Горловский городской центр санэпиднадзора, врач отделения гиены питания Сахнора Иса Николаевна. Поговорим сегодня о грибах с целью профилактики пищевых отравлений. Грибы это прекрасный пищевой продукт, который широко используется в кулинарии. И однако грибы могут вызывать и пищевые отравления, от самых легких до самых тяжелых случаев пищевых отравлений. Причиной пищевого отравления является наличие в грибных телах химических ядов или микробиологических загрязнителей, которые вызывают пищевое отравление. Наиболее тяжелые пищевые отравления возникают при употреблении грибов нейротропного действия, таких как иноцибы патуляра, допустим, или клиноцибы. Грибов гипототропного действия, это употребление определенных видов зонтиков, употребление в пищу грибов гипотонефротропного действия, действующего на печени, поджелудочную и почки. К таким грибам относятся бледная поганка, весенний мухомор, говорушка и другие грибы. Например, такой токсический гриб, как лепиота, содержит синильные вещества, которые могут вызвать пищевое отравление уже через 10-15 минут, вплоть до смертельных отравлений. Отравление зеленушкой связано с тем, что этот гриб имеет способность увеличить свертываемость крови, склеивание эритроцитов. И в этом случае патология возникает со стороны сердечно-сосудистой системы. Может образоваться тромбы в магистральных сосудах, что приводит к смерти. Отравление, допустим, паутинникам очень серьезная проблема тоже. При этом отравлении возникают гемиопарезы или парезы рук и ног. Такие заболевания очень тяжелые. Поэтому, прежде всего, нужно знать правила при сборе грибов. Не берите неизвестные вам грибы. Если вы хорошо изучили морфологические свойства грибов, только тогда приступайте к сбору грибов. Не привлекайте к сбору грибов детей, которые могут уже на поле употребить в пищу грибы. Не собирайте грибы вдоль автомагистрали или в загрязненных полосах у промышленных предприятий. Потому что грибы, как губка, впитывают в себя ядовитые токсические вещества. Нельзя собирать старые грибы, потому что они микробиологически загрязняются уже на почве. Ими можно отравиться. Не собирайте грибы вблизи ядовитых грибов. Потому что мицелий бледной поганки или другого ядовитого гриба может прорасти в плодовые тела съедобных грибов. Наиболее тяжелое отравление возникает при употреблении бледной поганки. Бледную поганку очень легко отличить от других грибов, потому как она на ножке имеет кольцо, венчик, остаток общего покрывала гриба и утолщение у основания ножки. Первое проявление наступает со стороны желудочно-кишечного тракта, когда появляется тошно, уторвота, боли в животе, расстройство стула. В последующие три дня наступает период так называемого миомоблагополучия, когда человеку кажется, что он выздоравливается. Однако впоследствии к 8-9 дню симптом поражения паренхематозных органов сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек, поджелудочной железы увеличивается. И к 10-му дню, к 10-му 11-му, к сожалению, наступает смерть. Смертность при бледной поганке превышает свыше 80%. Всего в нашем регионе произрастает около 80 ядовитых грибов, из них смертельно ядовитые около 10. При появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу, вызвать скорую помощь, промыть желудок до приезда скорой помощи кишечнику, употребить сорбенты. Хочется сказать о батулизме. Батулизм – это тяжелое токсическое заболевание, которое вызывается пищевыми продуктами, содержащими токсин микроба батулинуса. В домашних условиях категорически запрещается консервировать грибы, потому как произрастает земление, загрязняется микробами, палочкой батулинуса, уделяющей впоследствии токсин, самый сильный из всех известных ядов на земле – батулотоксин. Остерегайтесь употреблять грибы, которые вы не знаете, берегите свое здоровье. И если вы хотите уже употреблять в пищу грибы, переходите на культивированные виды грибов, которые безопасны. Берегите свое здоровье.